В общем, проект Open3P, он замечательный сайт, на котором стоит зайти, он про туризм, на него вы можете найти разные туристические замечательности, посмотреть ссылки на Википедию и вообще узнать кучу информации. Впервые его представили год назад, и он постоянно улучшается, и вот Максим и Екатерина пришли показать, что оно получилось после года. Спасибо. Я уже все сказала практически. Сейчас мы подождем, пока перейдем на Википедию, и я начну с истории, что действительно мы первый раз представили данный проект год назад, это было шесть схемотехник назад, и вот это все прошло. Ну, в общем, не получилось показать Википедию, я хотела показать Википедию. Начнем с следующего слайда. Начну я с истории нашего проекта. Изначально мы планировали с Максимом разработать такой интеллектуальный планировщик маршрутов для путешествий на автомобиле, чтобы любой пользователь мог построить свой маршрут через интересные места, через достопримечательности, в общем, быть сам собой доволен всем этим, в общем. Но погрузившись в метайлое изучение нашей конкурентности и потенциальных конкурентов, мы поняли, что, обнаружили, что планировщиков много, и даже некоторые из них очень умные, интеллектуальные, но все они, практически все, обладают такой общей проблемой. Это контент, то есть отсутствие полного и качественного контента. А контент, на самом деле, это как фундамент для строительства дома, для алгоритмов, которые бы позволяли планировать маршрут. Соответственно, без качественного фундамента нельзя построить дом. И поэтому мы решили сконцентрироваться на создании такого контента. Итак, появился наш адрес на основе открытых данных. Мы специально отказались от использования любых закрытых или коммерческих источников данных и полностью сконцентрировались на открытых. Изначально мы, в первую очередь, взяли глобальные источники данных. Это, конечно же, данные OpenStreetMed и данные проектов вики-медиа. Вики-дата, википедия и еще данные вики-вайляж. На следующем этапе мы эти данные объединили, интегрировали в наш адрес. На следующем этапе решили начать интеграцию уже национальных данных. И в сотрудничестве с Министерством культуры и вироснетровыми мы добавили их в наш адрес. То есть у нас количество источников сейчас насчитывается около пяти. И так вот выглядит уже этот открытый данный Министерства культуры. И почему мы решили интегрировать национальные источники данных? Потому что, конечно, OpenStreetMed и вики-дата – это глобальные источники данных. Но они все-таки не покрывают топовые места, то есть какие-то отдаленные участки, в которых может быть очень много интересных мест. И вот здесь показано покрытие открытыми данными Министерства культуры. И мы поняли, увидели, что на самом деле очень много интересных мест было пропущено. А здесь данные «Росметр». Мы получили доступ к данным о геологических памятниках. Тоже очень интересная информация. И вот сейчас мы у нас есть в адресе. И на данный момент наш адрес насчитывает более 10 миллионов объектов. Представлен он в виде в этой версии как дисток-топ, так и мобильной. Вы можете сейчас даже посмотреть, пока я говорю. Может быть, у вас возникнут какие-то вопросы, мы сможем оперативно ответить. Представлен он… интерфейс представлен на английском и на русском языках. Под капотом у нас собственный картографический движок, собственный картографический стиль. И мы создаем такую гибкую систему поиска и фильтрации объектов по 209 категориям типов объектов и по, так называемой, фильтрации известность этих объектов. Дальше. С функционалом у нас это построение маршрута. Можно построить пеший, велосипедный, автомобильный маршрут. Кроме того, можно выбрать объекты и сохранить их себе в трех форматах, это такая менеджбикс и пдр. И очень тоже интересная функция мы… Опять гибмой. О, она заработала. То есть можно посмотреть, что находится интересным рядом. То есть мы кликаем на точку на карте и строится, то есть она построится, зона доступности. Например, выбрали вот здесь пять минут. Хопа, вот она построилась. И мы получаем такую зону, куда можно найти за пять минут. И причем вот сейчас вот здесь мы можем увидеть список объектов, которые находятся в этой зоне. Как раз можно кликнуть на любой объект и получить вам детальную информацию. Следующий такой очень важный пункт функциональный – это редактирование данных. То есть так как мы используем открытые данные, то мы приняли решение дать возможность и редактировать их характеристики у нас. Но редактирование возможно либо в OpenStreetMap, либо викидатик, так как это основные источники. И вот здесь у карточки объекта есть такая кнопочка «Перейти в редактирование». Мы сразу попадаем в интерфейс либо в OpenStreetMap, либо викидатик, и можно внести изменения, добавив новую информацию. И вся добавленная информация будет автоматически доступна, соответственно, и в этих открытых проектах. Сейчас я слово передам Максиму, он продаю. Для того, чтобы составить вот эту базу, про которую рассказывала Катя, мы сопоставляем информацию из нескольких источников. Для этого мы первым делом должны в каждой из баз найти наш искомый объект. Часто у объектов и разные названия, и немножко разное телеграфическое положение. После этого мы анализируем имеющуюся информацию в каждой из баз, составляем набор полезных атрибутов по каждому объекту, и в итоге мы получаем вот такую карточку объектов, в которой из разных источников собраны наиболее важные информации. Иногда мы проводим более хитрый анализ. Анализ в данном случае здесь пример горнолыжного курорта. Мы формируем набор боя горнолыжных курортов сами, потому что в OpenStreetMap, к сожалению, очень часто случаются отдельные трассы, которые не оформлены в виде цельного объекта, поэтому мы ищем, формируем кластера, и в каждом кластере мы рассчитываем статистику по трассам и по подъемникам. Одна из интересных вещей, которую мы делаем, мы придумали 209 категорий объектов, эти категории иерархически связаны друг с другом, как, например, технический музей. Для него родителем является категория музея, для нее в свою очередь категория культуры, а для культуры в свою очередь категория интересных мест. Вот таких у нас получилось 209 связанных категорий. Потом будет ссылочка, по которой все эти категории можно посмотреть, на них покликать. Это будет интересно для тех, кто будет использовать наш аппель, о котором я сейчас расскажу. Значит, вот эта вот наша итоговая база содержит, как уже Катя говорила, 10 миллионов объектов, разбитых на 209 категорий, и мы решили, что эти данные будут интересны не только нам, но будут, возможно, полезны в других проектах. Поэтому мы решили опубликовать наш аппель для доступа к вот этим данным. Значит, это REST-аппель. Документация доступна по указанной ссылке. На данный момент наша аппель находится в тестовом режиме. Всем желающим мы даем ключи для доступа. Для этого достаточно нам сказать об этом или написать на почту. Подробное описание, как я говорил на этом сайте. На этом же сайте вы можете протестировать любые функции, задав параметром. Значит, буквально у нас пока на сегодняшний день две функции. Одна функция выдает список объектов за одном экстенте и возвращает либо обычный JSON, либо GeoGISON. К этому списку можно применять различные фильтры. Фильтры по категории объектов, по популярности объектов, по источнику. И второй запрос – это получение деталей информации по каждому объекту. Для каждого объекта мы даем список тех источникам, по которым получены данные. Мы отдельно разделяем источник геометрии и источник остальных антрибутов. Также в зависимости от объекта может возвращаться ссылка на изображение, описание объекта, ссылка на веб-сайт, объект и другая информация. Все это можно на нашем сайте посмотреть. Другая вещь, которую мы начали делать, это карты для встраивания на другие сайты. На карту также можно посмотреть по ссылочке. Она ниже просто. Ниже она тут. Она есть. Не видна. Ну ладно, если кому-то будет интересно, то ссылочку мы дадим. связаться с нами можно по этим адресам. Все, да? Да. Все. Какие у вас вопросы? Какое у вас сейчас покрытие? Россия или международной? У нас сейчас весь мир и доступна сама карта на русском и английском языке. Информация в карточке объекта выдается, если она есть. То есть, если вы вошли как пользователь с русским языком, то в первую очередь будет информация показана русской. Если вы вошли как пользователь с английским, то в первую очередь будет показана английская. Еще такой вопрос. А подложка картографическая у вас чья? Ну, именно сама карта, по которой строится зона доступности? Это хия, яндекс? Нет, это частично, вернее, по большей части, это данные из OpenStreetMap, и плюс там несколько слоев есть NaturalDiff, это вот в частности карта глубин. Хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, я так понял, что на клиенте там не Reflet, не Mapbox, а что-то слоево? Некоторое время назад мы использовали библиотеку Tangram от Mapzen, но поскольку Mapzen закрылся, то мы перешли на Mapbox. GL еще не совсем, еще не полностью, там такая у нас смесь Reflet и Mapbox GL, но я надеюсь, что в скором времени мы уйдем на чистый, мы был ЖЭ. Какие-то, допустим, плагины к нему написал, что можно посмотреть? Можно по кнопочке F112 все посмотреть, там код не сжат, поэтому все доступно. Как вы технически используете данные кидации? Как вы их импортируете? Дампом или через API по одному объекту? Значит, там есть два этапа. На первом этапе мы берем дамп, так же, как и в OSM, так же, как во всех остальных, для того, чтобы сформировать исходную базу. А уже потом, когда сайт работает, дополнительные атрибуты, такие, допустим, веб-сайт, мы их уже грузим непосредственно по запросу клиента, запросом через API. Спасибо. Как решать эти проблемы извлекательные? Вы используете контентных источников? А когда данные пересекаются? Да, и иногда у нас не получается решить эту проблему, и дубли есть, но когда у нас это получается, мы просто ищем в определенной зоне вокруг нашей точки объект с похожим названием, с похожим типом. Там есть алгоритм, который учитывает разные обстоятельства. Там, допустим, вот есть объекты, у которых нет имени, но есть исключительно тип, а в другой базе есть объект такого же типа, но с именем, и рядом нет ничего похожего, мы, как правило, считаем, что это тот самый объект. Ну, конечно, иногда мы ошибаемся, либо остаются дубли, либо мы неправильно объединяем объект, но работаем над этим постоянно. Результат правильного объединения на экране. Мы взяли из трех источников информацию по одному объекту. Из вики, даты, ОСМ, культуры, РФ. Разные атрибуты совершенно. То есть если бы мы их просто загрузили, то это были бы три разных объекта. Причем у этих объектов нет никакого общего идентификатора. То есть мы их сопоставляли с помощью алгоритмов по оценке местоположения, какими-то общими характеристиками, поиск по названию, несколько параметров. Таким образом объединяется информация. По поводу подложки вопросов, сейчас самоборот, что касается действия работы предпринимания, что поддельные реки есть такой наоборот. Так было задумано или просто ощущение не до конца? Ну, так не было на самом деле задумано, но иногда такое получается. Спасибо. Мы надеемся все-таки спустя какое-то время полностью перейти на собственные тайлы, потому что в стороннем источнике иногда потеряна очень важная информация, поэтому, конечно, хочется полностью контролировать весь процесс. Сейчас у нас есть и собственные тайлы, источники тайловы, источники там у нас где-то было? Не помнишь, как называется источник тайлов? OpenMapTiles что-то такое? Да, OpenMapTiles. Да, OpenMapTiles, потому что у матбокса были какие-то очень высокие цены на тайлов источники, поэтому пришлось использовать сторонние тайлы. сло-хостом дешевле выйдет? Ну, вы хотите перейти на собственные тайлы? Ну, конечно, дешевле выйдет, чем OpenMapTiles. По крайней мере, у других сервисов все это получается, а вот дешевле. Другое дело, что сам контент не очень удовлетворяющий. Ребята, как далеко вы продвинулись с коммерциализацией раз, и второе, были ли какие-то уже специфические запросы от, более говоря, правообладателей каких-то от музеев, от регионов по поводу сотрудничества с нами? Давай, ты расскажешь. Да, я просто занимаюсь этим вопросом. Да, по поводу коммерциализации по поводу сотрудничества с музеями обращаются. Последний был заповедник Кирилл Двозерский, и мы загрузили данные. Конечно, мы планируем, чтобы они сами это делали, могли открыть форму и внести информацию. Сейчас мы это делаем сами и добавили очень много информации, в числе в OpenStreetMap, и просто пока входим у себя, часть информации. геометрия лежит в OpenStreetMap, а данные писательные и картинки лежат у нас. Но в дальнейшем мы планируем, чтобы это было в формате открытых данных, но это все нужно согласовать с своим музеем, потому что они часто боятся, что их фотографии украдут. То есть это цена их проблемы, что они не хотят их выкладывать в Биогикипедии, сомн, загружать вот туда. По коммерциализации мы вот сейчас выпустили АПИ для теста, то есть мы пока не зарабатываем, знаете, вот это вопрос точно, но мы движемся в этом направлении. Если у кого-то будет предложение, то мы будем рады их рассмотреть. В туристическом компании попробуйте обладаться. Я думаю, это будет интересно для составления какого-то персонального тура, предположим, человек, который хочет где-то сделать очень любопытный по категориям определенным. Я думаю, в принципе, в туристическую сферу можно попробовать залезть. Если все это не будет открыто для самостоятельных туристов. У нас как раз цель, чтобы для самостоятельных туристов это было все открыто, и в том числе была возможность редактировать эти данные, чтобы получать более качественные в принципе, но через сами агентства можно было. Ну, агентства да, за ними. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Спасибо.